Привет друзья! Россия возобновляет выпуск самолетов дальнего радиолокационного обнаружения А-50. Это аналог американских самолетов АВАКС. Об этом сообщил Ростех. Самолет А-50 сейчас очень востребован, так как их ВВС России немного, всего 12 штук. Из них летают 7. В свете последних событий, с предполагаемой потерей двух самолетов А-50, которые не подтверждены официально, выпуск самолетов становится особенно важен для ВВС. Сейчас Россия может производить до трех самолетов А-50 в год. На сегодняшний день новые самолеты не выпускаются. Ведется только модернизация уже стоящих на вооружении А-50 до уровня А-50У. Работы проводятся в Таганроге. Самолеты А-50 недавно использовали для наведения ракет российских ЗРК С-400. Вероятнее всего, в производство пойдет самолет А-50У. Стоит отметить, что Россия ведет разработку и новых самолетов А-100, созданных на основе самолета Ил-76МД-90А. Для сравнения, А-100 может обнаружить до 350 воздушных, морских и наземных целей на удалении до 650 километров. Его аналог, американский Boeing 737AEWC с системой AVAX может сопровождать до 180 целей на удалении до 500 километров. На вопрос о самолетах А-50 глава Ростеха так сообщил «Конечно, этот самолет нужен. Конечно, будем его делать. Он не только нашей армии нужен. Он и на экспорт идет очень хорошо». В последние годы Россия ввела в строй усовершенствованные самолеты А-50У. Они способны обнаружить низколетящие цели на расстоянии до 400 километров и на дальности до 650 километров, фиксируют цели на средних и больших высотах. Баллистические ракеты фиксируются на дальности до 800 километров. Количество одновременно сопровождаемых целей до 150. Полные технические характеристики самолета А-50 вы видите на экране. Самолет может координировать работу 12 истребителей и наводить 30. Самолет А-50 способен без назаправки проводить патрулирование в течение 4 часов. С одной дозаправкой до 7 часов. Практическая дальность полета самолета до 7500 километров. Экипаж самолета 5 человек и 10 операторов. Стоимость самолета А-50 около 330 миллионов долларов. На этом на сегодня все. Друзья, спасибо за просмотр и помощь каналу. Мы осветим все.